Здравствуйте! Сегодня 11 ноября. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от банкир.ру На фоне практически пустого экономического календаря из еврозоны и США ценовая динамика пары на вчерашних торгах определялась ранее сформировавшимся настроем рынка по отношению к этим валютам. На азиатской сессии и утренних торгах в Европе пара продолжила предыдущий коррекционный рост, пробила ключевой уровень сопротивления 1,25 и сформировала максимум на отметке 1,2508. Однако закрепиться выше этого уровня и продолжить восходящее движение без дополнительных драйверов не удалось. Восходящий импульс на этом фоне был утрачен, а курс пары откатился в диапазон понедельника, где и завершил торговую сессию на ценовом уровне 1,2420. Тем не менее, предыдущий минимум оказался пока нетронутым, что усиливает вероятность возобновления коррекционного роста валюты. И действительно, перекупленный американский доллар может уступить значительно перепроданному на данный момент евро, поскольку, во-первых, игроки начинают существенно сокращать короткие позиции по единой европейской валюте на фоне рекордного количества спекулятивных сделок, открытых на продажу пары. Во-вторых, ожидания по скорому повышению процентной ставки в США ослабли из-за недавнего отчета по рынку труда, оказавшемуся слабее предыдущих значений. И, в-третьих, сильный доллар начинает раздражать мировых лидеров, так как оказывает серьезное давление на товарные цены и, в частности, на нефть, ограничивая тем самым крайне необходимый для экономик всех стран рост инфляции. Таким образом, исходя из всего вышесказанного, в нашем прогнозе на вторник предполагаем завершение снижения пары в диапазоне 1,24-1,2390, а затем возобновление коррекционного роста валюты первоначально к уровню дневного разворота 1,2449. Если этот уровень будет пробит, подъем пары продолжатся к следующим целям 1,2456, 1,2493, 1,2517 и, возможно, к 1,2554. На фоне пустого экономического календаря понедельника британский фунт следовал за динамикой единой европейской валюты. Кроме того, влияние на пару оказывали и технические факторы, подтверждающие коррекцию фунта по отношению к доллару США. Курс пары в этих условиях пробил ключевой уровень сопротивления 1,59 и зафиксировал утренний максимум на ценовом уровне 1,5917. Однако, не сумев закрепиться выше достигнутого максимума, курс пары возобновил снижение и завершил торговлю в границах пятничного диапазона на отметке 1,5850. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение предыдущего снижения пары вблизи текущих ценовых уровней, а затем возобновление коррекционного подъема валюты к уровню дневного разворота 1,5869. Если быкам по фунту удастся продавить пару выше этого уровня и закрепиться над ним, последует продолжение подъема к целевым уровням 1,5892, 1,5928, 1,5953 и 1,5970. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок и мы зря тратим свое время. Это не настоящая работа. Мы должны отказаться от нашего хобби, говорят они. Но если бы они только знали, что мы мастера риска, суть предпринимательского духа, ликвидность экономики. Мы всегда добиваемся своего, зарабатываем своим умом, приспосабливаемся к постоянно меняющимся джунглям финансового рынка. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете каждый день. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время, как вы боитесь неудач, мы учимся на наших ошибках. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. В эти моменты мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль – наши партнеры. Мы те, кем вы всегда хотели стать. И мы выходим из тени. Мы – трейдеры. В экономическом календаре вторника. Резервный банк Новой Зеландии опубликует ноябрьский отчет о финансовой стабильности. Банк Японии представит общая сальдо счета текущих операций и сальдо торгового баланса за сентябрь. Кроме того, Япония опубликует индикаторы текущей экономической ситуации и экономических перспектив за октябрь. Индикатор потребительской уверенности, а также изменения в объеме заказов на оборудование. В Австралии выйдут октябрьские индексы делового доверия и индекс цен на жилье за третий квартал. А в американской статистике будет опубликован еженедельный индекс розничных продаж «Красная книга». Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.